4 по 8 апреля в России традиционно проходит неделя детской книги, отмечаемая с 1943 года. Торжество для юных книголюбов и сегодня пользуется популярностью. Кто является своего рода инициатором столь важного для подрастающего поколения праздника и какими книжками интересуются современные дети, выяснял наш корреспондент Артур Мхце. Я тут впервые в жизни, я люблю читать. На летние каникулы я хожу, у меня есть книжка такая, где книжки, которые мне надо брать. На летних каникулах я очень часто хожу, именно на летних, и беру книжки. Воспитанники одной из школ Черкеска постили Республиканскую детскую библиотеку. Казалось бы, рядовое мероприятие, каких в год набегает великое множество. Но на самом деле ребятам предстояло стать участниками театрализованного представления, посвященного Всероссийской неделе детской книги. Правда, сегодня мало кто знает историю возникновения праздника, который не был бы возможен без участия писателя Льва Касиля. Ну, неделя детской книги отмечается вообще в Российской, в Советском Союзе сначала с 1943 года по инициативе детского писателя Льва Касиля. Ну, понятно, что в то военное время такое событие было, казалось бы, не очень в тему, но я думаю, что и государства признавали важность, необходимость детского чтения. Именно поэтому прошло это грандиозное событие в Москве. И с тех пор ежегодно во всех детских библиотеках страны отмечается такая неделя детской книги. Считается, что детям прививать любовь к чтению необходимо с раннего возраста. Тогда на более взрослой стадии развития у них не возникнет конфликта с книгами. Даже несмотря на имеющиеся сейчас многочисленные отвлекающие факторы. И роль родителей в этом вопросе крайне велика. Если библиотека, школа будут делать все возможное от них, но родители будут сидеть, сложа руки в телефоне, не показывая детям пример того, что нужно читать, не читая вместе с ними, не обсуждая прочитанными, то усилий от деятельности библиотек, учителей, к сожалению, будет не так много. Я беру каждый день по одной книжке и читаю. Особенно мне нравится книга Винни-Пуха. Там он очень веселый, он рассказывает всякие рассказы. Вообще я люблю читать, мне нравится библиотека, потому что тут очень много разных книг. Друзья мои, здравствуйте! Юные подданные книжного королевства, я очень рада приветствовать вас на нашем празднике. Сам праздник детской книжки удался на славу. Молодые актеры разыграли для юных зрителей весьма необычное представление, в котором были задействованы персонажи из многих сказок и рассказов. Но и сами воспитанники образовательного учреждения Черкеска не остались в стороне. Они выбирали наиболее креативных героев, определяли среди них знатоков книголюбов, помогли отстоять сказочное королевство в его нынешнем виде. Возможно, таким красочным и должно быть юное зрительское восприятие библиотечного мира, в котором оживают произведения. Артур МХЦ, Максим Долгов, Вести, Карачаево, Черкесия.